Вот так выглядит решение проблемы, с которой люди обратились на днях в сельсовет. Металлический лист едва ли выдержит 5 килограммов, однако местные чиновники посчитали, что это, по всей видимости, обеспечит безопасность жителям. Мы уже обращались к Зарудневым, писали заявление о том, что мы просим разобраться по поводу открытого колодца. 30 дней на рассмотрение данного заявления. За 30 дней здесь может случиться все, что угодно. А страшное уже случилось три года назад на соседней улице. Семья потеряла единственного ребенка. 28 октября 2014 года вот на этом месте находился открытый колодец. В этом колодце утонул мальчик, первоклассник. Повторения такой трагедии мы не хотим. Три метра глубины – примерно такое же расстояние до детского сада. Более ста воспитанников дошкольного учреждения ежедневно идут мимо, но дети постарше стороной это место не обходят. С детьми выходишь, дети бегут. Бывает, иногда их не остановишь. Раньше он был заросший травой, то есть его как таково не было видно. Сейчас все это высохло. Колодец открытый. Мы боимся за своих детей. Мы не хотим. Второй смерти мы не хотим. Для жалоб жителей этого поселка не хватит и общей тетради. На первых позициях этого списка еще и мусорные свалки. Их в населенном пункте немало, что не скажешь о количестве мусорных контейнеров. Поэтому жильцы несанкционированный сбор организовали вблизи жилых домов, внутри заброшенных зданий и снаружи. Отходы свозят еще и в поле. Проходит трактор с телегой, собирает у каждого двора мусор. Этот весь мусор свозится сюда. С кладбища мусор, со всех свалок мусор свозится сюда. Весной за это понес наказание глава сельсовета. Однако, несмотря на штраф, надолго ситуация не изменилась. На встрече со съемочной группой Сергей Заруднев обещал принять меры по ликвидации свалок. Однако сроки не озвучил. Утаил и то, что именно будут делать. А вот закрыть колодец обещал сегодня. Украли крышку люка. Вчерашний день накрыли там временно. Приобретем новый люк, поставим. Запасов у нас их нет. Сегодня приобретем эту крышку и поставим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова